Это самый большой H&M в Москве. Легким движением руки достава свой XS размер. Я бы уже к зиме подготовилась. Вы подумаете, что это домашние тапочки на свой вкус и свой цвет. Приветствую вас, мои дорогие! С вами Дилара, и это мой еженедельный шоппинг-обзор. А мы продолжаем готовить свои гардеробы к осени. И поэтому сегодня мы вместе пойдем в H&M смотреть новую коллекцию. А еще не забывайте оставлять свою реакцию на это видео. Подписка, лайк и прочие активности. Потому что через неделю я разыграю крутой набор косметики от Клиник. Условия будут в конце видео. А сейчас предлагаю отправиться на шоппинг-прогулку. Нам сегодня особенно повезло. Мне кажется, это самый большой H&M в Москве. Располагается он на улице Тверская. Тут целых три этажа, ну и, конечно же, самый широкий ассортимент. Поэтому пойдемте смотреть. Как только я зашла в магазин и сразу увидела куртку. Очень актуально, потому что в Москве сегодня утром 7 градусов было. Напишите, какая температура у вас в городе. Мне очень интересно, потому что я уже не надеюсь. Если сегодня стоит задача, мы будем собирать образы на холодную осень, я бы уже к зиме подготовилась. Обычная куртка, светлая, на любителя, потому что не все выбирают. Белая на осень тем более. Стоит она 3500 рублей. Я думаю, что это стопроцентный полиэстер. Ни о каком пухе речи быть не может. Про тренд тоже ничего не скажу. Просто обычная куртка. Покажу вам джинсы. Что-то как-то мало мы выделяем им внимания. Ведь мы джинсы носим практически каждый день. Прямые, цвет молочный, не чисто белый. Стоит 1700 рублей. И они на резинке. Что-то какая-то осень светлая получается. Но я думаю, что даже пальто, джинсы, куртка в любом случае там черный, какой-нибудь серый, есть в ассортименте, но в интернет-магазине. Обычное прямое пальто с двумя карманами, без пуговиц, на двух заклепках. Это размер XS, 100% полиэстер. И тут что-то написано, что это переработанный полиэстер. Давайте накину, потому что не все я могу взять в примерочную. Вам тогда так понравилось, что я померила куртку прям в зале. Давайте сделаем то же самое с пальто. Я думаю, что оно мне будет большое и подлиннее по размеру. И я смогу его надеть даже на мой жакет. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, естественно, я по себе такое не взяла, потому что оно сильно мне огромное. В зеркало я себя тоже не вижу, но вот такое вот пальто. Цена. Цена 4500 рублей. Гладенькое. Не знаю, будет ли оно как-то в катушках потом, будет ли прилипать и магнититься. Как будет в носке, не знаю. Мое дело вам показать. Тут так удачно, все светлое и светлая обувь. Классная модель. Знаете, почему? Это прям вот для меня. Я очень люблю светлую обувь. Но знаете, что самое первое убивается? Подошва. Потому что очень часто производители делают у белой обуви белую подошву, которая становится черной буквально там за месяц носки. И все, и уже некомфортно ходить в грязной обуви, и эта подошва потом в жизни ничем не отмоешь. Поэтому здесь очень круто. Обувь светлая, шнурки тоже черные, и подошва тоже черная. Сколько стоят эти ботинки? 2800 рублей. Это трендовые, грубовые ботинки. Естественно, это не кожа. Ну, сами понимаете, 2800. Кожа столько стоит не будет. И прям вот здорово. И с вот этим пальто, и с джинсами, и с курткой. Очень универсальная обувь и с платьями, но вы уже знаете. Я решила вернуться к жилеткам. В прошлый раз, когда мы были с вами в H&M, я их уже показывала. И предсказывала, что, скорее всего, это будет актуальный тренд осени. В принципе, так и есть, потому что мы такие нашли и в Zara, и в Mango. И я решила, что я примерю, покажу все-таки образ вместе с этой жилеткой. Тут три цвета, черный, такой молочный, и какой-то цвет капучино. Стоит 1700 рублей. Она удлиненная и с двумя разрезами внизу. Жилеток вообще сейчас очень много. Например, вот такие безрукавки, дутые. Куртка без рукавов, тепленькая. Стоит такая, сейчас я найду, ценники в H&M. Но вы знаете, тут штук 5 разных бумажек висит. И пока найдешь, 2300 рублей. Удлиненная на поясе с двумя карманами. Тепленькая. И я бы порекомендовала еще зайти на сайт и в приложение H&M. И там сейчас они добавили, прям несколько дней назад, классный раздел. Как стилизовать жилетки. И там прям различные варианты, как вы можете их носить в жизни, в город, в офис. Прям вот рекомендую. Там стильные такие образы получились. Я вам прям даже пару картинок покажу. Что нам нужно осенью? Конечно же, теплый джемпер. Это раздел премиального качества. Я вам уже говорила, что в H&M есть отдельная серия, где используются подороже материалы. И, естественно, одежда тоже стоит дороже. Данный свитер стоит 4 тысячи рублей. И написано, что он махеровый. Я смотрела по составу. Там где-то 20 или 30 процентов махера. Шерсть, полиэстер приятный. Не знаю, будет он колодцы или нет. Тут два цвета. Тут же рядом висит трендовая куртка. Это вот из серии вот этих телогреек, флисок. Имитация овчины. Ну, я думаю, это стопроцентный полиэстер. В принципе, да, здесь так и написано. 3 тысячи 300 рублей. Здесь такой небольшой карманчик в виде декора. Сейчас я ее накину. Это мой размер XS. Смотрим, как смотрится. Будем куртки мерить прям сразу в зале. А что? Что-то мне там мешало. Она с капюшоном. С утяжками. Здесь вот такие утяжки. Тут сразу два тренда нашла. Во-первых, очень милое, наивное платье. Мне нравится здесь принт. Во-первых, это цветочек, что актуально. Во-вторых, это мультяшный цветочек. Вы помните, он с весны к нам этот тренд пришел. Вот в осень пошел дальше. Тут очень много бантиков. Тут два. На рукавах два бантика. Это стопроцентный хлопок. А, и размер XS прям удачно я взяла. Стоит 2300 рублей. И вот это вообще классная, стильная штука. Вроде кажется, что это жилетка, но это не жилетка. Это манишка с горлом на замке. То есть осенью вообще здорово. Его можно прям на это платье сверху надеть. Тут рядом есть манекен. Я покажу, они также и соединили. Можно на просто лонгслив, на футболку. И это и стилеобразующая вещь, и в то же время согревающая вещь. Стоит 1700 рублей. Единственное, знаете, я о чем вас хотела предупредить? Я в прошлом выпуске с этим столкнулась. Я вам всегда здесь показываю карточки. И что происходит? Что когда вы вбиваете этот код, артикул на сайте, то там пишет товар не обнаружен. Потому что мы находимся сейчас в таком магазине, когда товары в первую очередь появились здесь, а потом только они появляются в интернет-магазине. Поэтому вы не пугайтесь. Все это будет, все это появится на сайте. Поэтому нужно немного подождать. А еще бывает такое, что на сайте написано «Время на товар отсутствует». Меня вот это, если честно, немного раздражает. А в итоге вы приходите в магазин, а там все в изобилии. Все размеры висят, и все в наличии. Поэтому H&M, конечно же, не Zara. Потому что Zara вы можете сразу найти в каком магазине, в каком количестве. Поехал и купил. В H&M немножечко вот сложновато с этим. Но все есть в наличии в офлайн-магазине. И тут же вернемся к нашим манекенам. И кепку тут надели, и кроссовки. В целом лук мне очень нравится. Единственное, я бы померила это платье с жилеткой. Здесь есть очень крутые, стильные розовые жилетки. А эту манишку я бы с рубашкой, например, попробовала надеть. Но лук в целом супер, очень стильно. И тут же давайте с той стороны вам покажу клевые базовые водолазки. Давайте розовую, а то у нас все серенькая, да черная. А, это водолазка Боди. Тоненькая. Как раз можно манишку сверху надевать на такую водолазку. Водолазку заправить джинсы и в брюки. И будет вам очень даже тепло. Стоит она 900 рублей. Да, 900 рублей. Что по составу не подскажу. Ну, три цветовых решения. Черная есть и вот такая вот кофейная. Еще одну жилетку нашла. Мне она нравится больше. Во-первых, у нее есть горло. Будет теплее. Она приятнее на ощупь. Я думаю, состав здесь получше. И она короче, чем вон те трикотажные жилетки. И тоже, да, и тоже она с разрезами. Тут же рядом висит рубашка, куртка. Они были очень в тренде и пришли к нам еще прошлой осенью. Я сама себе такую купила. Ношу, люблю и уже умудрилась одеть этой осенью. Ну, сами помните, какая у нас здесь погода. Стоит она 2300 рублей. Такой какой-то меланжевый, розовый цвет. Не знаю, насколько она будет теплая. И состав сейчас искать не буду. Вы партикулы сможете посмотреть на сайте. Таких курток рубашечного кроя очень много с двумя карманами в H&M. Прям вот полно их висит. Но каждую показывать вам не буду. Покажу одну. А вы там уже выберите по расцветке, по длине, на свой вкус и свой цвет. Жилетки наши все. Если я вам сейчас говорила про рубашку, куртку, то вот рубашка-жилетка, только без рукавов. Немножечко переиграли, рукава убрали. Супертренд. Носим этой осенью. Стоит 2300 рублей. Состав прям вот точно такой же, как у той куртки. Еще в H&M очень много наивных вот таких вот блуз с воротниками. Цена 1700 рублей. Сейчас здесь то же самое. Голубой и такой какой-то просто темный цветочек. Носим с джинсами, с брюками. Даже в офис можно. Продолжим про наивные блузы. Я не просто так вылезла из манекена. Я просто вот этот образ хочу примерить и показать, как он круто смотрится. Мне просто понравилось очень. Продолжение следует... Мои дорогие, я всегда внимательно изучаю ваши комментарии, вопросы. Мне так приятно получать ваши добрые и теплые слова. Спасибо вам от всей души. Давайте поддержим мой канал и соберем тысячу сердечек. А в благодарность я выгружу специальный выпуск Тренды осени. А это сердечко дарю я вам. Опять цветочек. Только удлиненное платье. Я видела на сайте. Они очень стильно, кстати, смотрятся. С грубыми ботинками. Можно поясом его подвязать, сверху надеть жилетку. И это будет очень стильно. Здесь есть обычные рубашки, но мне кажется, в цветочек поинтересней. Цена 1700 рублей. А, и вот смотрите, стеганая жилетка-рубашка. Смотрим с вами новые коллекции и сразу уже определяем, что точно в тренде. Поэтому могу смело сказать, эти жилетки сейчас в моде 2300 рублей. Длинная. Мерить не буду. У меня она будет огромная. Это размер. А, ну это еще и размер М. Здесь есть один удивительный лонгслив. Я на него давно обратила внимание. Хочу вам про него рассказать. Полупрозрачный, горошек. Но здесь есть одна такая интересная деталь. Капюшон. И изначально я подумала, что это, наверное, идет какая-то имитация хиджаба. Потому что сам бренд H&M очень толерантен. А потом на сайте прочитала, что вообще этот лонгслив сделан из мембраны. И по идее он должен отталкивать воду и защищать от ветра. Как это на самом деле в деле и в носке будет проявляться, я не знаю. Но вещь интересная. И тут же висят рядом по соседству леггинсы со штрипками, которые мне очень нравятся. Они трендовые. Мне понравились леггинсы, которые мы с вами мерили в манго. Прям легким движением руки достава свой XS размер. Значит, надо мерить. Стоимость сейчас посмотрим. 2800 рублей. Мне кажется, в манго была похожая стоимость. И по качеству даже как-то напоминают леггинсы в манго. Очень даже похожи. Еще здесь я хочу обратить ваше внимание на эти брюки. Они с высокой посадкой, со стрелками, расклешенные книзу. И цвет горчицы напоминает стоимость. Боже мой, пока найдешь эту цену. Но вы мне сказали озвучивать ее. Видите, сколько тут всего висит? 3300 рублей. И я бы, знаете, как носила. Мне нравится, что такой прием используют подростки. Укороченный топ. Конечно, у него очень такой откровенный вырез. Можно круп-топ под низ надеть. Смотрите, как он хорошо по принту соединяется с этими брюками. Выглядит очень стильно. Смотрите, как он хорошо по принту. Можно показать такие же расклешенные брюки, только в черном цвете. Потому что там висела только горчица. И вот здесь я нашла черное. Еще хотела отметить вот эти два милых платья. Белое и черное. Стоят такие платья, боже, сейчас 3300 рублей. И мне очень нравится. Их разрез внизу. И это прям просится к чему-то вот такому грубому, как эти лоферы. Мы уже с вами тоже обсуждали, что это тренд. Такие находили в Zara, напоминающие лоферы Prada, Gucci. Сейчас посмотрим, сколько они стоят. 2300 рублей. Они тяжелые. Не знаю, наверное, да. И они еще твердые. Могут натирать ногу. Но очень стильные. И прям вот с платьем. Круто будет смотреться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, почему я подошла к этому рейлу? В том году я себе купила точно такой же свитер. Правда, моего цвета тут нет. В этом году 4 цветовых решения. Вязаный джемпер стоит 2000 рублей. Знаете, с чем я носила? С брюками карго и грубыми ботинками. В принципе, в носке мне он понравился. Поэтому я решила поделиться и вам тоже такое показать. Пришла я в аксессуары. Наконец-таки разошлись люди. Я смогу вам показать, потому что вы меня спрашивали относительно сумок, головных уборов. Поэтому погнали. Сумка стеганая из кожзама стоит 2800 рублей. Она вот такой вот штуки. Очень стильная. Напоминает даже сумки из Zara. Просто спрашивали, да, какие сумки мы носим этой осенью. Эти стеганые сумки вы уже видели. Мы в прошлый раз собирали образы из них. Воротнички не буду близко показывать. Вы мне уже писали, что вы их не особо любите и носите. Мне понравились эти палантины. Во-первых, цвет классный. Во-вторых, очень приятный на ощупь. Стоит 1000 рублей. Единственное по составу это 100% полиэстер. И еще пару вещей стеганых. Кепки стеганые. Но они мне уже большие. То есть, как бы я их там не утягивала, мне они уже не подходят. Ну, все мы разные. Поэтому кто-то себе такую купит. Серый цвет клевый. Цена, цена. Сейчас посмотрим. 1000 рублей. Они подороже. И еще здесь вот такие мини сумочки. Тоже стеганые. На заклепке. Сюда телефон, наверное, поместится. И ключи максимум. Она, если честно, она дутая. А внутри прям совсем какая-то маленькая. Здесь рядом еще вот такая сумка висит. Тоже для телефона. Какая-то она спортивная. На утяжке. С карабинчиком. Но вот этих аксессуаров на сайте еще нет. Это новая коллекция. 900 рублей. Поэтому партикулу сейчас, я думаю, вряд ли вы онлайн найдете. Поэтому ищите в магазине. Вы подумаете, что это домашние тапочки. На самом деле это не так. Я специально вам захотела их показать. Это тренд. Это носят на улице. На голую ногу хотите. Но в основном инфлюенсеры и блогеры носят прям с носками. Стоят 2000 рублей. И здесь даже бряшки такие золотые. Но это полноценная уличная обувь. И так можно пойти на прогулку. Лоферы я вам уже показывала. Давайте отмечу грубые ботинки. Почему-то у H&M они лаковые. Есть прям такого коричневого цвета. Есть бежевого. Стоят они 2800 рублей. Повторюсь. Мне нравится черная подошва. Это очень практично. И кроссовки. Мы в принципе еще можем позволить себе кроссовки надеть в этом году. Стоят они 2800 рублей. Два цветовых решения хаки и серые. Вот эти серые они напоминают New Balance. Кроссовки родом из 90-х. Очень трендовые. И они подходят вообще под все. С платьями здорово смотрятся. И пока вам про кроссовки рассказывала. Увидела. Трендовые трекерные ботинки. У меня такие зимние. Я как-то освещала, что этот тренд был прошлого года. 2500 рублей они стоят. И они уже теплые. С утеплителем внутри. Прям на холодную осень. И даже на какие-то первые морозы такие ботинки отлично подойдут. Сейчас каждый бренд хочет сделать монограмму. Как у Louis Vuitton или у Gucci. И вот я тоже увидела в H&M монограмму. Я думала, что здесь логично. Да, H&M будет написано. Но здесь какие-то буквы. На сайте я не нашла информацию. Думала, коллаборация. Оказалось, нет. Здесь Panama. Стоит она 900 рублей. Но мне очень понравилась сумка Baget. Смотрится очень дорого. Качественно. 1200 рублей всего лишь стоит. Я бы отцепила вот эту цепочку. Потому что она дешевит немного. И в целом сумочка, мне кажется, очень будет здорово смотреться. Сейчас я ее примерю на плечо. Вот смотрите, без цепочки. Она легко отстегнется. Будет смотреться очень хорошо. Мне даже под вот этот жакет подходит. Не знаю, я сейчас стала обращать внимание, что практически в каждом магазине начинают появляться футболки, аксессуары с вот этой логоманией. Очередной, видимо, тренд. Любит посетитель надеть на себя лого. Напишите, кстати, в комментариях, любите ли вы логотипы, носите ли вы футболки, когда у вас название бренда вот так вот на пол груди. Или наоборот. Стараетесь избегать. И выбираете, чтобы лейбл был где-то незаметно указан. Очень интересно. Помимо широкого ассортимента одежды, в H&M есть большой раздел с косметикой, с аксессуарами. Я молчу про огромный H&M Home. Мы сегодня, к сожалению, ограничены во времени, но вы напишите в комментариях, интересно ли, чтобы я, например, в следующем выпуске показала вам косметику, а может быть даже какие-то предметы интерьера. Я обязательно вернусь и все вам покажу. Ну что, мои хорошие, этот выпуск подходит к концу. И сейчас самое время рассказать вам про конкурс. Не забывайте оставлять свою реакцию на это видео. Каждый лайк и комментарий греет мне сердечко. А в благодарность за вашу активность, через неделю среди подписчиков я разыграю крутой набор косметики от Клиник. Что вам для этого нужно? Первое, быть подписанным на мой YouTube-канал. И второе, написать любой комментарий. К примеру, какой образ вам понравился сегодня? Или какой магазин мне посетить в следующем выпуске? Не забывайте писать ваши вопросы. Я отвечу на каждый ваш комментарий. На этом все. Спасибо вам за внимание. С вами, как всегда, была Делара. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока.